Всем доброго здоровья! В эфире программа «Здравствуйте, доктор!» Сегодня мы не будем привычно отвечать на вопросы телезрителей. В этом выпуске программы медицинские работники сами хотели бы обратиться к своим пациентам. Побеседуем мы с Ираидой Витальевной Тютюниковой, заместителем главного врача по поликлинической работе. В течение года мы неоднократно поднимали вопрос о том, как правильно записаться на прием к врачу. Дело в том, что привычная схема – пришел в поликлинику, отстоял очередь в регистратуру, записался и в день обращения попал на прием к доктору – постепенно уходит в прошлое. Прерогатива за предварительной записью. Все это делается с целью уменьшения временных затрат пациентов для получения медицинской помощи. Те административные регламенты, которые на сегодняшний день приняты нашим правительством, они как раз и ставят перед собой задачу уменьшения времени и затрат пациента для того, чтобы попасть на прием к врачу. Мы с вами привыкли, что записаться надо, приходить ни свет ни заря и записываться у окошка к врачу-специалисту. Вот эта практика ушла. И необходимость приходить для записи на прием к врачу в регистратуру, она практически отпадает. А со временем, я думаю, она вообще будет утрачена как таковая. Потому что на сегодняшний день несколько форм записи на прием к врачу административным регламентом определены. Ну, конечно, сохраняется стандартная запись, это у окна. Можно вызвать врача на дом по телефону. И современные информационные структуры, по которым можно обратиться для записи на прием к врачу, это через информационный киоск, через сайт учреждения, через портал оказания государственных услуг. И есть у нас такой колл-центр, то есть вообще информационный центр, который идет на всей России. То есть форм записи множество. Для того, чтобы записаться по телефону 27-404-29-226, у окна не вызывает проблем. У информационного киоска записаться можно любому пациенту, к врачу-терапевту, хирургу, к врачу-офтальмологу, стоматологу, гинекологу. Там раскрывается расписание врачей до конца года. С конкретными фамилиями, кабинетами и датами, когда доктора ведут прием. И вы сами в удобное для себя время записываетесь на прием к врачу. Я понимаю, что лицам пожилого возраста не всегда просто осуществить эту функцию. Именно с этой целью у нас у инфанционного киоска дежурит администратор, который всегда вам поможет и подскажет, как нужно записаться на прием к врачу. Вашу просьбу удовлетворит. Ситуация, когда вы несколько раз посещаете врача-терапевта, а вам нужен врач-специалист, кардиолог, пульмонолог, лор и так далее. Эту функцию выполняет участковый терапевт. То есть участковому терапевту вы пришли, пожаловались, доктор определился, что да, нужна консультация специалиста. Врач вас сам запишет во время приема у него в кабинете. Он запишет на то время, которое есть у врача-специалиста. И вы уже в кабинете врача будете знать, что такого-то числа в такое-то время, в такой-то кабинет вы должны подойти. Карточка будет тоже ваша в кабинете у врача-ведущего приема. У нас изменяется ситуация, люди привыкают к этому виду деятельности, и процесс идет. Но, тем не менее, мне кажется, главное, из-за чего возникают эти вопросы, то, что мы привыкли получать помощь в день обращения. Наша задача — предварительно записать пациентов на прием к врачу и знать, в какое время я к нему должен подойти. Подойти к своему фиксированному времени, который пробит в талоне, в электронном талоне, вы получаете у информата, и подходите к этому времени в кабинет врача. Затраты временные у вас будут минимальные. Я хотела бы еще обратиться по записи на прием к врачу, проговорить то, что мы не только записываем здесь в поликлинике, мы записываем и в Тамбов, и даем направление здесь же для того, чтобы вас доктор посмотрел в Тамбове. Опять же, конкретный специалист в конкретном кабинете и так далее. Если у вас возникают какие-то вопросы, у нас есть дежурные по этажам, к которым вы можете обратиться, для того, чтобы они разъяснили, как вам поступить дальше. У нас есть старшая медсестра, регистратура, которая все ваши сложные вопросы может решить. Это первое окно регистратуры, она сидит. Ну и заведующая терапевтическим отделением, который на телефоне 27285, и я замклав врача по поликлиническому разделу, мой телефон 27293. Пожалуйста, обращайтесь. Медицинские работники задают нашим телезрителям вопрос. А вы прошли диспансеризацию? Еще нет хлопотное это дело. Пока вроде бы ничего не беспокоит, нет времени. Еще раз о том, почему нельзя пренебрегать столь важным комплексным обследованием. У нас вообще на самом деле менталитет российского человека, он все время на авось. И не дай бог у меня что-нибудь найдут. Лучше я дома посижу, а уж когда ситуация становится нестерпимой, я только тогда прихожу к врачу. Именно эти причины приводят к высокой смертности россиян. И вы знаете, что средние сроки продолжительности мужчин, ну и 60 лет, мы как-то вот плохо выходим. Если женщина у нас средняя продолжительность жизни порядка 72-76 лет, то у мужчин просто беда. И не только ДТП и алкоголизм. То есть у нас сейчас в структуре смертности очень высокий процент занимает болезни сердечно-сосудистой системы и болезни онкологические, к сожалению. Но вот в связи с этим правительство озадачилось и разработало специальную такую методику для раннего выявления у больных первых признаков заболевания, на которые пациент даже еще пока не обращает внимания. Разработана специальная программа. Вот и спенсоризация есть, метод выявления ранних случаев неинфекционных заболеваний. То есть, когда пациент приходит к нам, мы проводим с ними определенное анкетирование. И даже по опросу уже можно сделать какие-то выводы. А уж если мы с вами проводим какие-то дополнительные обследования, скажем так, проводится забор крови, делается электрокардиограмма, ведется биохимические исследования, в результате которых выявляем патологию на ранних стадиях. И это как раз тот путь, который приводит к своевременному оздоровлению пациентов, ну и, естественно, снижению смертности. Наша программа диспансеризации, она предполагает целый комплекс проблем. У нас пациенты почему не хотят ходить в поликлинику? У вас там очереди и так далее. Много времени занимаются, все эти профосмотры. Но я просто хочу сказать, что программа диспансеризации, которая принята правительством, она рассчитана на несколько лет. И, скажем так, мы в этом году первый раз начали. Лица, достигшие 21 года, и каждые три года плюсом, именно они подлежали диспансеризации в 2013 году. В следующем году мы будем смотреть опять тех же лиц, которые достигли 21 года и так далее. То есть вот эта система МИР, которая выявляет запущенные и ранние признаки заболевания. Я хочу сказать, что для прохождения диспансеризации у нас выделен специальный поток пациентов. То есть они не идут в те же кабинеты, где проходят обследования пациента, обратившиеся по поводу каких-то жалоб. То есть у нас специальный маршрут разработан для лиц, проходящих диспансеризацию. Начинается он в шестом кабинете, то есть в доврачебном кабинете. Там дается пакет документов, вот анкеты, на которые пациент должен ответить. И прописаны кабинеты, куда он должен обратиться. Еще раз говорю, что очереди в этих кабинетах нет. Поэтому они идут по зеленой ветке, что называется. По завершении обследования доктор проводит анализ. А какая патология у нас выявлена? Поднялись сахара, высокий уровень холестерина, высокие цифры артериального давления, высокое внутриглазное давление, избыточный вес. И по результатам проведенных обследований доктор намечает план оздоровления этого пациента. Потому что снижение артериального давления буквально на 10 мм продляет у человека срок жизни на 10 лет. Понимаете? Просто вот такие важные моменты, так называемые модифицируемые факторы риска. Именно они позволяют убрать те негативные воздействия на человеческий организм, которые повышают качество жизни. И уж если выявлена патология, то ее оздоравливает. Я, с одной стороны, понимаю, что у нас трудно скачать, но мы в этом году посмотрели порядка 13 тысяч взрослого населения. И я хочу сказать слова благодарности этой программы, потому что мы выявили раки молочных желез. У нас только один случай оказался запущенный, а мы выявили на ранних стадиях. У нас выявлено 8 раков прямой кишки. И из них только один на стадии уже, когда радикальная терапия не может помочь. А уж о тех случаях, когда у нас раки кожи, я даже не говорю, потому что их достаточно много. Они все эффективно пролечены. И в результате вот оздоровлены наши пациенты. Поэтому нет риска вот тех серьезных и угрожаемых жизни осложнений, которые эти заболевания приводят. У нас выявлены лица, у которых нет пока сахарного диабета. Но есть группы, у них уже повышены сахара. Это лица, которые должны диетическими ограничениями, снижением избыточного веса, физическими нагрузками, они должны провести вот этот комплекс мероприятий для того, чтобы их сахара стали нормальными. Мы выявили глоукому. Вот просто выявили. Человек считал, что он здоровый. Он не жаловался, он не пришел к врачу на прием по поводу какой-то жалобы. Он просто прошел анкетирование, его обследовали в стандартах диспансеризации, и мы нашли там болезни. Поэтому хотелось бы, чтобы каждый был ответственен за свое здоровье, за свою судьбу, за то, с кем он живет рядом, за своих детей. И минимальные усилия прилагало для того, чтобы можно было проходить эту диспансеризацию. Возможности для того, чтобы провести обследование вашего здоровья, сейчас в нашей поликлинике созданы, и они в очень хорошем объеме. У нас дополнительное обследование на уровне областной практической поликлиники. У нас нет только вот магнитно-резонансных методов исследования, компьютерный томограмм, все остальное мы делаем. Но если у вас появляется необходимость в этой консультации, мы ее организуем. Поэтому я прошу всех откликнуться и приходить к нам для прохождения диспансеризации. Здоровье – самая большая ценность в жизни. Потерять его легко, восстановить в дальнейшем бывает очень сложно. Не рискуйте, берегите себя, обязательно пройдите диспансеризацию. Следующий предновогодний выпуск программы «Здравствуйте, доктор!» выйдет в эфир в следующую среду, 25 декабря. Будьте здоровы, до свидания!